Это новости на канале НСК 49. Мы выходим в эфир из домашней студии. Здравствуйте и смотрите сегодня. Четвертый строится. На левом берегу приступили к возведению опоры четвертого моста через Обь. Ход работ проконтролировал губернатор. Субботник на пляже. Традиционная акция по очистке берегов прошла на пляже Академгородка. Мусор убирали волонтеры, экологи и министр. В литературу через онлайн. Семинар для молодых авторов, ежегодно проводимый журналом «Сибирские огни», прошел на этот раз в режиме онлайн. Первая наземная опора мостового перехода через Обь возведена на левом берегу города и представлена главе региона, который побывал на стройплощадке в ходе рабочей поездки. Как отметил губернатор Новосибирской области, который проконтролировал ход работ, четвертый мост – это не только сам мостовой переход через реку, а целый комплекс различных объектов. Автомагистраль с расчетной скоростью до 100 км в час, тоннель и транспортные развязки. Все это призвано значительно сблизить левый и правый берег мегаполиса. А это имеет для развития города стратегическое значение – как минимум лет на 10. И, конечно, тактическая выгода в виде большого объема работы. Работы в том числе для наших строителей, для наших предприятий, для поставщиков оборудования, материалов. В данный момент на площадке уже трудится 400 человек. В ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. И что очень важно, что исполняется наша договоренность и отдельное предприятие здесь зарегистрировано, налоги идут в бюджет области. К примеру, для изготовления бетона используется и скитимский цемент. Строительный городок, который возводится на площадке со столовой, прачечной и общежитием – производство нашего новосибирского предприятия. Сегодня мы работаем из 16 опор моста на 8. К концу года мы уже зайдем активно в русло и начнем строительство пилона на правом берегу. Также мы масштабно будем выносить сети, строить тоннель под транссибом. Мы масштабно начнем монтаж и надвижку металлоконструкций пролетных строений на возведенные опоры. И, собственно, будем уже перекидывать пролетные строения в сторону правого берега. Из трудностей этого проекта мостостроители отмечают только сложную геологическую обстановку. Породы на данном земельном участке сложены гранитом высокой плотности. Оттого высокий расход бурельного инструмента. Но на стоимость проекта этот факт не повлияет. Это один из самых крупнейших дорожных проектов в стране. То есть таких мостовых сооружений буквально можно пересчитать по пальцам. Сегодня, после завершения Крымского моста, их строится одномоментно порядка 5-6 мостов. Компьютерная модель этого моста выдала предполагаемый трафик от 60 до 80 тысяч автомобилей в сутки. Напомним, что длина четвертого моста составит 1,5 километра. Ширина шестиполосной проезжей части 28,5 метров. Соединит переход через Обь-Южную площадь с Площадью труда. Первые машины по новому мосту должны проехать в 2023 году. Навести порядок на берегах наших водоемов и сохранить природу. Такова цель экологической акции, прошедшей на берегу Обского водохранилища и объединившей как неравнодушных горожан, так и сотрудников регионального Минприроды с представителями природоохранных организаций. Как прошло мероприятие по уборке мусора и для чего в нашей области планируют развивать Институт общественных инспекторов природоохраны, расскажет Василий Акимов. Побережье Обского водохранилища в районе центрального пляжа Академгородка – одно из излюбленных мест отдыха горожан в черте города. Хотя создано оно искусственно. На самом деле это не пляж, в полном смысле этого слова. Это берегоукрепительное сооружение Новосибирского водохранилища, построенное достаточно давно. Поэтому, когда вы смотрите в сторону акватории, вы видите, в первую очередь, каменные буны, которые предназначены для закрепления этого пляжа. И вся вот эта территория – это искусственно насыпанный пляж для укрепления берега. Уже много лет в этом месте проходят акции по сбору мусора, в основном оставленного отдыхающими. Хотя и водохранилище вносит свой вклад в виде выброшенных на берег коряг, часть из которых затем отвозят в Новосибирский зоопарк и устанавливают в клетках для животных. И каждый год это мероприятие привлекает десятки и сотни горожан. Хотя нынешняя акция оказалась менее многочисленной. Отсутствовали школьники, ставшие привычными участниками таких мероприятий. В этом году они бы наверняка тоже присоединились к нам, но учитывая ковидную ситуацию, мы были вынуждены ограничить массовость мероприятий, которые мы реализуем в рамках… И поэтому, к сожалению, людей сегодня гораздо меньше. В этом году в рамках экологических мероприятий по уборке водных артерий пройдет более 50 крупных проектов во всех муниципальных районах области. Основная цель акции – очистка берегов малых рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, посадка деревьев, а также повышение уровня экологической культуры населения. Среди участников акции – представители Всероссийского общества охраны природы, которые не намерены ограничиваться одним таким мероприятием. В планах у членов общества развивать систему общественного контроля и создание общественной приемной. Очень важное направление развития экологического движения в Новосибирской области. Что собой влечет формирование института общественных инспекторов, что очень актуально. Постам экологов без активного участия местных жителей добиться сохранения природы практически невозможно. Однако, если находятся люди, неравнодушные к этой проблеме, то берег любого водоема буквально преображается. Убирать мы убираем. Самое главное, чтобы люди научились любить и ценить нашу природу и красоту. По словам участников акции, уже не первый год участвующих в очистке берега Обского водохранилища, в нынешнем году мусора стало немного меньше. Правда, связано это, скорее всего, с коронавирусными ограничениями, из-за которых число отдыхающих немного уменьшилось. Так что в плане просветительской работы, воспитания и уважения к окружающей среде, сделать предстоит еще многое. Поэтому и сотрудники Минприроды, и представители природоохранных организаций основную ставку делают сегодня на просветительские мероприятия. Проекты на тему бережного отношения к окружающей природе, раздельного сбора отходов и решения мусорной проблемы. В надежде, что в случае их успешной реализации, не понадобятся и такие акции по очистке берегов водоемов. Просто потому, что люди перестанут оставлять мусор в неположенных местах, нанося природе непоправимый вред. Литературный журнал «Сибирские огни» провел совещание авторов Сибири и Дальнего Востока. Обсуждение творческих работ, семинары прозы и поэзии, которые ведут его же участники, важно в первую очередь молодым дарованиям. О том, как удалось организовать совещание в условиях ограничений, и на что могут рассчитывать семинаристы в случае признания их успехов, далее в нашем репортаже. Подобные совещания авторов, организуемые журналом «Сибирский огни» в Новосибирске, не проводились почти четверть века. Но пять лет назад старая, почти забытая традиция возродилась. И сегодня началось, можно сказать, юбилейное, пятое совещание авторов Сибири и впервые в истории молодых литераторов Дальнего Востока. Правда, с учетом пандемии в онлайн-режиме. Какая цель у наших совещаний – выявить молодых, талантливых авторов со всей Сибири, которые завтра будут определять лицо журнала «Сибирские огни». И опытные писатели, прозаики, поэты, разбирая рукописи молодых авторов, делятся тем опытом, какой у них есть. Если, по мнению самих писателей, их ремеслу или творческому делу обучить нельзя, то вот посоветовать, помочь вполне можно и даже нужно. Известные поэты и прозаики, уже заслужившие читательскую любовь, обязательно участвуют в совещании. И общение корифеев от литературы и авторов, зачастую еще нигде не публиковавшихся, молодых, но целестремленных и талантливых, приносит свои плоды. Участники первых совещаний уже замечены не только в пространстве сибирской литературы, но и российской. В частности, перечислю просто, Игорь Корниенко, Ангарск, стал лауреатом Шукшинской премии 2019 года, Валерий Копнинов, лауреат премии «Золотой витязь». И список этот можно продолжить. Но в «Сибирских огнях» публикуются и многие другие молодые, подающие надежды авторы, отличившиеся на таких вот совещаниях. Кстати, некоторые участники семинаров печатаются и в других литературных изданиях, таких как «Огни Кузбасса», «Культура Алтайского края», в московском журнале «Наш Современник» и так далее. А есть и те, кому удалось издать свои первые книги. Сначала Александр Лаптев, Иркутск, его поиск была опубликована в журнале «Сибирские огни», вышла отдельным изданием в московском издательстве «Вечья». Владимир Злобин, тоже мы публиковали его, роман «Гул», он тоже вышел в том же издательстве «Вечья» в Москве отдельным изданием. То есть мы еще даем какую-то путевку, большую литературу всем, кто этого достоин, скажем так. Если в прошлые годы отдельно проводились семинары фантастов и литературных критиков, то нынче получилось все традиционно. В обсуждениях участвуют поэты и прозаики. Кстати, по их итогам, журнал «Сибирские огни» рекомендует молодых авторов и к приему в Союз писателей, отбирает молодых людей для участия во всероссийском подобном совещании, которое проходит в подмосковных Химках. Но, по мнению организаторов нашего совещания, авторам важнее всего публикация их произведений. Собственно, чем журнал «Сибирские огни» и занимается. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...